Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Угол зрения» на Первом Народном. С вами Жанна Шашкова. Мы обсуждаем актуальные события и явления Гагаузии с теми, кто знает в этом толк и может повлиять на происходящее. Сегодня у нас в гостях депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чемпоеш. Здравствуйте! Здравствуйте! 20 января прошла учредительная сессия Народного собрания Гагаузии. Тогда были выбраны председатель Народного собрания, его заместители, председатели комиссий. Многие из них новички в этом деле, но уже можно и судить, какая будет дальнейшая деятельность Народного собрания. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Ну, в первую очередь, наверное, слава Богу, что наконец-то сформировались. Видимо, так, потому что мы приглашали не единожды, обсуждали некую такую затяжную борьбу в выборных рамках. И вот таким образом сформировалось Народное собрание. Ну, в первую очередь, я хотел бы обозначить, я свою позицию обозначил неоднократно уже, и на том заседании в том числе, что избрание, именно руководящее избрание именно председателя было с нарушением уложения Гагаузии, так как председатель не владеет гагаузским языком. Но об этом было много разговоров, я объяснял, думаю, что нет смысла сейчас детально останавливаться на этом вопросе. Я предварительно направил предварительное заявление в Народное собрание, где указал на незаконность данных выборов, ну, для того, чтобы они его отменили. То есть, когда Народное собрание рассмотрят, после этого же будем думать, что делать, в суд подавать или как. Ну, то, что в части вашего вопроса, вы говорите, как-то там новички, ну, это хорошо, что новички. Представляете себе, если вот каждый СОЗО будут одни и те же люди. То есть, в любом случае, много молодых людей, депутатов, как в любом нормальном деле, нужна свежая кровь и надежда на то, что все-таки будет больше идей, больше хороших планов и, может быть, больше реализаций, которые пойдут на пользу людям. Ну, по крайней мере, это пожелание. Что будет, как будет, мы это увидим. Но вот избрали, как избрали, я лишь хочу повториться, что там две группы, группа Ирины Влах и группа Николая Дудуга, они объединились и избрали, выбрали так, как они, ну, так, как выгодно им. Это хорошо. Вот как она будет, вот, вот эта конструкция работать для Гагузи, насколько выгодно будет для Гагузи, покажет время. Вот я бы сказал, где-то примерно так. А не могли бы вы поделиться, какие еще планы будут у Народного собрания в ближайшем? Ну, кроме вот того собрания 20 января, практически не было еще заседаний. Вот я думаю, что в ближайшее время будет заседание. Там стоит, скорее всего, будет стоять вопрос в повестке дня об утверждении исполнительного комитета. А так мы еще не собирались. По крайней мере, я тогда покинул заседание 20-го числа, ушел, и о каких-то планах я не знаю. Ну, я думаю, что месяц, может быть, чуть позже, все-таки представители комиссии там выработают свое видение. В целом президент выработает, и они все-таки обозначат свои планы и приоритеты. Ну, думаю, что пока рано. Я пока сам не знаю, какие у них планы будут. Еще совсем недавно, 2 февраля, прошел форум в честь проведения референдума, где депутат Сферопонтьевки Виталий Чабанну сказал некоторые слова. Хочется узнать ваше мнение в дальнейшем. Он сказал, мы намерены реформировать всю работу Народного собрания Гагаузии, что только их комиссия по бюджету будет разрабатывать по 20-30 законов в месяц, что закон об особом правовом статусе Гагаузии и уложения Гагаузии устарели, и нужно в них делать изменения, что законы Гагаузии нужно привести в соответствие с законами Республики Молдова. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Вопрос очень такой большой, поэтому если что-то нужно будет подкорректировать или уточнить, я вам буду задавать, потому что... Ну, давайте начнем сначала. Я не был на том форуме и не знаю об выступлении господина Чабана. С данным человеком я знаком, где-то, по-моему, с 2014 года. Мы встречались несколько раз, ну, совершенно по другим вопросам. Он не выходец из Гагаузии, и каковы его цели? Мне достаточно сложно сказать, что его привело. Он живет в Кишиневе, именно участвовать именно в Народном собрании в качестве депутата. Ну, опять же, время пройдет, мы увидим и поймем. Опять же, как и в первом вопросе, хотел бы сказать, чтобы намерения были, главное, благими, очень важны. Теперь, что касательно, как вы сказали, 20-30 законов в месяц... В месяц. Возможно ли это? Ну, если печатный станок поставить, то да. Ну, вы знаете, 20-30 законов — это, по сути, каждый день по одному закону. Ну, это как бы нереально, и я думаю, что, ну, по крайней мере, не понимая смысла даже, для чего столько законов каждый день, каждый месяц. Их нужно же, понимаете, должно быть не в количестве дела, а в качестве. У нас достаточно и так много законов, принятых в Республике Молдова, в Гагаузии, для того, чтобы у нас нормально все функционировало. Да, время от времени в той или иной области нужно принять тот или иной закон. Но в принятии законов как раз не нужна спешка. Я всегда был сторонником того открытости. Прежде чем принимать какой-то закон, то есть нужно, чтобы специалисты его готовили. Нужно, чтобы публично обсуждали, чтобы неоднократно обсуждали. И после этого, когда уже более подготовленный продукт он есть, тогда его в виде закона уже нужно принимать в Народном Собрании, для того, чтобы не возвращаться каждый месяц к каким-то поправкам. Именно вопрос в качестве. Я затрудняюсь вам как бы ответить, для чего вот такое количество нужно, но вот это моя позиция такова. Теперь вы сказали, как в отношении закона об особом статусе устарели. Что закон об особом правом статусе Гагаузи и уложения Гагаузи устарели, и нужно делать в них изменения. Я просто запомнил другую концовку. Вы сказали, что... Что нужно делать в соответствии с законами Республики Молдова, то есть изменить закон. То есть наши законы нужно изменить и привести в соответствии с законами Республики Молдова. Я так понимаю вопрос по стране? Да, да. Все в точности да наоборот. Ну, мне кажется, что здесь, ну, по крайней мере, это мое мнение такое, что человек пока новый в политике в Гагаузи и, может быть, не до конца разобрался с этим вопросом, потому что если, буквально, как вы сказали, если это его слова, то это означает одно. Это означает ликвидация автономии. То есть, что такое автономия? Вот если брать государственное устройство, я берем, например, Молдову, автономия – это территория, которая наделена правом, которая может исключительно на своей территории принимать правила, законы и, соответственно, их интерпретировать в той или иной форме. Это право, заложенное в законе об особом статусе Гагаузии. Если мы сегодня приведем наш закон об особом статусе Гагаузии, и, как я понял, что если он устарел, закон об особом статусе и уложение Гагаузии, приведем в соответствии с законами Республики Молдова, то мы оттуда многие вещи должны выхолостить. Теперь начнем, чтобы все понимали, что это такое. Закон об особом статусе Гагаузии был принят в декабре 1994 года. Это фактически политическое соглашение между Республикой Молдовой и тогдашней непризнанной независимой Гагаузской республикой. Тогда народ Гагаузии согласился войти в состав Республики Молдова в качестве автономии. К принятию данного закона шли очень долго. Там были посредники Турецкой республики. В частности, тогдашний президент господин Демирель участвовал неоднократно. То есть его политическое влияние было очень сильным для того, чтобы данный закон был принят. Российская Федерация участвовала, Советы Европы, ОБСИ, они все участвовали, посредники участвовали для того, чтобы договорились два субъекта, чтобы они могли нормально существовать в рамках одной страны. И, знаете, мы новое поколение, я не участвовал при составлении данного закона об особом статусе Гагаузии, и считаю, что наше поколение мы должны бережно хранить то богатство, что есть. Каждое слово в этом законе, я понимаю так, оно выстрадано. Оно не взято откуда-то с воздуха. И в законе об особом статусе указано, что мы обладаем исключительным правом на своей территории. В этом весь смысл автономии. Мы, значит, имеем право самостоятельно принимать решения политического характера, экономического характера, культурного характера. Это и в законе прописано, и в Конституции прописано. Если же следовать логике, вот высказанным ранее, то, получается, мы должны от всего этого отказаться. У нас есть право принимать местные законы, которые могут отличаться от законов Республики Молдова. В этом смысл автономии. Если мы откажемся от этого, то мы должны внести изменение в закон об особом статусе Гагаузии, что мы не принимаем местные законы, что мы не можем проводить референдумы согласно своей компетенции, что мы не можем участвовать уже, если хотите, в вопросах внешней и внутренней политики, касающихся интересов Гагаузии, и многое-многое другое, которое вытекает из этого закона. Сергей Константинович, ну получается тогда, раз есть такие высказывания, наш закон не совсем действенный. Закон об особом правовом статусе Гагаузии. Это не секрет ни для кого, и его, наверное, стоит дорабатывать. И что вы думаете по этому поводу? Нет, я как раз-то против того, чтобы его дорабатывать. Я как раз говорю о том, что его нужно беречь. И второй закон, уложение Гагаузии, наша конституция, он вытекает с этого закона. Потому что изначально принят был парламентом закон об особом статусе, и там заложена норма, что мы должны принять собственную конституцию, что и было сделано. Ну а что тогда необходимо сделать для того, чтобы этот закон все-таки сохранить? Потому что он не всегда имеет нужное действие в центральных властях Молдовы. Нет, вот здесь как раз я говорил об этом, о самом главном, что мы должны беречь. И то, что есть силы, которые, политические силы в Кишиневе, которые хотят выхолостить, мы об этом говорили неоднократно, не единожды, чтобы мы оставались чисто формальной некой культурной автономией, это да, это для нас не секрет. Практика, более того, показала, что на протяжении существования современной автономии неоднократно уже вносились изменения посредством решения Конституционного суда, посредством всякого рода реформ. То есть то, что, собственно, тоже нарушало наши права. У нас было право представлять судей для утверждения, у нас это право отобрали. У нас был трибунал Гагаузии, то есть суды Гагаузии, у нас этого права тоже лишили. И многое-многое другое. У нас лишают право сегодня утверждать по утверждению, когда назначается прокурор, премьер или начальник УВД, нас практически этих наших прав, заложенных базовых, у нас их лишают. Почему, когда Молдавский парламент принимает законы или готовит законопроекты, почему он нам не дает дополнительные полномочия, ну, скажем так, по ошибке? Почему каждый раз он нас пытается забрать? И вот здесь-то как раз и заложено основное. Вот поэтому и есть, значит, создана рабочая группа между парламентом и, значит, народным собранием для того, чтобы именно привести законодательство Республики Молдова, значит, в соответствии с законом областном статусе Гагаузии. Потому что, когда был принят закон, в 1994 году, значит, было принято постановление парламента в месячный срок, значит, правительству привести все свои нормативные акты в соответствии с законом областном статусе Гагаузии. То есть, когда парламент дальше и в будущем принимает законы, он должен смотреть, что если принимаемый данный закон в той или иной области касается и Гагаузии, они должны внимательно читать закон областном статусе Гагаузии, если нужно согласовывать с Народным собранием Гагаузии для того, чтобы именно все шло как надо. Вот. Проще всего, конечно, саму Гагаузию исключать, проще всего ее не воспринимать, проще всего с Гагаузией не считаться. Говоря другими словами, де-факто политические должны, а не обязаны признать Гагаузию. Потому что Гагаузия, прежде всего, политическая автономия, это политический субъект. Мы пытаемся в рамках рабочей группы, вот, значит, в том числе пытается помочь представителям ОБСЕ, значит, Совет Европы, господин Тапиола, посол Евросоюза, неоднократно присутствовал, он неоднократно заявлял публично о том, что, да, в действительности, законы Республики Молдова не соответствуют законам автономии. Депутаты парламента, уже знающие, понимающие этот вопрос, то же самое об этом твердят. И считаю, что наши депутаты со стороны Гагаузии, мы не должны говорить вслух о том, что нам надо свое законодательство менять, привести в соответствии с законом Республики Молдова, потому что это утопия полная. Насколько известно, нам на ближайшем заседании Народного собрания Гагаузии будет утверждаться исполнительный комитет Гагаузии. В средствах массовой информации уже опубликованы списки. И ваше мнение по этому вопросу, будут ли утверждены все члены, и каким образом это будет проходить? Знаете, для меня, со мной не пытались, по большому счету, говорить по поводу утверждения исполнительного комитета, потому что я имею свое мнение, свою позицию независимую, и не отношусь к себе, не отношусь к той или иной команде. Ведь должности для меня всегда, вот как я вижу, как у нас это происходит, они имеют некую выгоду во взаимоотношениях. И я далек от той мысли, что у нас будет проблемно утвердить исполнительный комитет. То есть, может быть, мы его не утвердим, предположим, если заседание будет на днях, но вполне возможно, что через неделю-другую стороны, опять же, две команды, я подозреваю, что это команда Дудоглая и команда Влах, договорятся и полюбовно утвердят члены исполкома. Моя позиция какова? Я ее не скрываю, могу открыть и раньше времени, по той простой причине, что я человек открытый. Исполнительный комитет, я видел, кого исполнительный комитет пытается, предлагая для утверждения, по сути дела, это те же люди, что были в предыдущие два года. У меня есть вопросы. Я их поднимал неоднократно, будучи депутатом Пятого Созова, но, к великому сожалению, в Народном Собрании не рассматривал эти вопросы. Значит, у нас исполком мы утвердили, по-моему, в апреле 2015 года. Бюджет 2015 года у нас был где-то примерно 500-530 миллионов леев. В прошлом году чуть больше, где-то, по-моему, 550-560 миллионов. То есть по кругу у нас за миллиард лей данные члены исполкома потратили за два года. Ни разу еще не отчитались перед депутатами Народного Собрания. Это ненормально. Хотя у нас четко прописано и в законе регламента есть сроки, когда начальники управления отчитываются перед депутатами Народного Собрания. Они же расходуют, в принципе, расходуют наши деньги налогоплательщиков. Народное Собрание обязано рассматривать то или иное управление на предмет, удовлетворительно ли они работают, качественно ли они или нет. К великому сожалению, этого нет. Мы знаем, как бы не понаслышке и по практике видим, что у нас по итогам даже прошлого года покупаются какие-то здания на 5-6 миллионов лей, покупаются машины, расходуются деньги налево-направо миллионами, миллион налево, миллион направо, при том, что у нас на дворе и на улице беднота, при том, что большая часть людей, к великому сожалению, за чертой бедности. Молодежь уезжает, но Исполнительный комитет с одобрением Народного Собрания позволяет себе транжирить налево-направо таким образом деньги. И при том, что численность Исполнительного комитета должна сокращаться, в бюджетной сфере численность должна сокращаться. К великому сожалению, сколько я этот вопрос не поднимал, на уровне так и стоит, на уровне почти 7 тысяч человек. Если такими темпами будет продолжаться, у нас через некоторое время половина всех работающих ГГУЗ это будет в бюджетной сфере. И касательно тех же зданий, у нас сегодня есть много административных зданий в Чедер-Лунге, они пустуют. Сегодня у нас есть много административных зданий в Луканештах, они тоже пустуют. Какова проблема то или ноль управления, то или ноль управления, перевести, например, в Чедер-Лунг или в Луканешты, я же не вижу проблем в этом. Их, напротив, нужно сократить. И тогда будет потребность в машинах, в расходах других, будет она куда существенно меньше, и останутся деньги на строительство дорог, на ремонт дорог, на тротуары и так далее. Вот, к великому сожалению, это самый главный ключевой момент, который отсутствует в правильных взаимоотношениях международным собранием и исполнительным комитетом за прошедшие там, по крайней мере, год-полтора. Поэтому справедливость здесь будет ставить вопрос, я намерен инициировать, чтобы все-таки прежде чем утверждать исполнительный комитет, то или иное управление, заслушать одно управление, второе, третье, пятое, для того, чтобы все-таки дать оценку. Если говорить немножечко так о персоналях, да, вот о некоторых, на скидку, потому что я сейчас всех, о всех не могу сказать, но возникает вопрос, в частности, вот имел место трагический случай у нас в Боучах, в школе ребенок умер. Начальник управления образования говорит о том, что якобы кто-то там, бабушка виновата и так далее. Но я считаю, что этот человек, вот она, не имеет морального права, она должна была просто сама подать в отставку, потому что это упущение их. Почему сегодня дети учатся в школе, потому что ребенок может в любой школе, может упасть, может голову ударить, а медработник отсутствует. А если правда заключается в том, как родственник этого погибшего ребенка говорит, что руководитель лицея держал это место для своего родственника, тогда это вообще беда. То есть нужно разобраться с этим человеком, каким образом сегодня у нас, вот это серьезнейшая трагедия, понимаете. А просто вот так выговорить, сказать и уйти дальше. Какое моральное право этот человек претендует опять идти на эту должность. У нас есть вопросы по некоторым, значит, кандидатам, опять же, членов сполкома, в частности, Александр Кендигелян. Он является одновременно советником в муниципе Камрад и является еще начальником АПК. То есть это две должности несовместимые. У нас точно так же является советником Светлана Кольчик, и она же является тоже муниципальным советником. То есть нельзя нарушать закон. Ведь принято так, что, ну, здесь чуть-чуть можно, здесь чуть-чуть можно, чтобы выговорить собственный закон. Если разобраться глубже, ну, в частности, могу сказать, что, наверное, будут вопросы к тем членам сполкома, которые живут в Кишиневе. Вот я, допустим, не могу понять, почему, какую пользу эти люди приносят для ГАГАУЗИ, учитывая, опять же, нашу бедноту, невозможность финансировать, то есть мы же живем очень бедно, чтобы мы предоставляли транспорт водителя, чтобы каждый день они ездили в Кишинево обратно. Но какую такую пользу они приносят, если они туда-сюда катаются? Неужели мы себе это можем позволять? Я сегодня не хочу говорить даже по профессиональным качествам того же начальника УВД, пример, в ГАГАУЗИ. Я человека не знаю. Но почему, опять же, начальник УВД с Кишинева, там, группа людей, опять же, с Кишинева, у нас что, нет своих специалистов? На что мы автономию делали? То есть почему нельзя воспитывать, растить своих специалистов? Да, это же они все равно в одной и той же системе. Пусть работают наши, пусть наши продвигаются по лестничной карьере. Я думаю, что вопросов много будет и в частности по расходованию денег и в частности управления Паука положением. Потому что есть объект, о нем много говорилось и ранее, это хирургический комплекс в Камраде. То есть почему, мне непонятно, почему средства массовой информации, мы считаем, что два года назад этот объект был сдан, до сих пор он не работает. А более того, появилась информация, что заморозили батареи, трубы полопались, то есть нужно, опять же, ремонт делать на двух или на трех этажах. Если это так, то это преступная халатность, это безответственность, то есть нужно разобраться во всех этих вопросах, потому что ну как так, если бы человек, хозяин у себя так же он не поступил бы, мы же должны разобраться со всеми этими вопросами. Есть в части, опять же, да, у нас денег, ну, мало, к великому сожалению, на кап вложение, но даже ремонты какие-то делаются, там, в садиках, или в школах, или где-то. Почему применили другую норму, значит, ремонт проводят под управлением, к примеру, управление, значит, капитального строительства ГАГАУЗИИ. Тендеры они осуществляют, то есть на местах, на местах, они даже не владеют информацией, то есть, почем покупают материалы, кто осуществляет ремонт. Почему нельзя отдать, значит, как положено, тендер, что проводила примария, вы, пожалуйста, контролируйте, делайте все прозрачно, покажите, вывезьте все, чтобы все четко было до каждого гвоздя, видно, что вот эта компания открыто, значит, выиграла тендер, потому что она представила лучшие условия. Она дает, предлагает материалы по таким ценам, она предлагает услуги по таким-то ценам. Все это отсутствует, понимаете? И это, значит, наводит больше подозрения на то, что все-таки там все не так, все чисто. Поэтому у меня, повторюсь, вопросов много, я не буду поддерживать данные с полкома, покуда они не отчитаются, а какую ответственность возьмут на себя депутаты, которые, если вероятно всего, что утвердят с полком, не разобравшись, то пусть несут ответственность на них. Еще не могу не коснуться темы. В последнее время бурно обсуждаются вопросы касаемо промышленных парков. Промышленный парк, где он будет все-таки находиться, в Камраде или в Чадер-Лунге. Это волнует как наших жителей, так и жителей Чадер-Лунги. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я наслышан тоже по поводу парка, технопарка. Насколько я понимаю, владея информацией, то есть предполагалось, что будет открыт технопарк, промышленный парк на территории, здесь в Камраде, в муниципе Камрад, напротив бывшей межайбазы. То есть там территория, по-моему, что-то под 50 гектаров. Камрад — это сельхозное значение земля, которое передано, насколько я понимаю, под строительство промышленных объектов. То есть предполагается, что будут построены определенные корпуса, подведены определенные коммуникации, газ, электроэнергия, вода для того, чтобы на этих площадках создавать новое предприятие. Ну, преимущественно, наверное, производство. И вероятнее всего, значит, в оконцовке подвести ее под зону свободной торговли, то есть под таможенным контролем, как у нас действуют, есть в Гагозии база в Балконештах. Сама идея, она не новая. Сама идея, она не новая. И насколько она реализуема сегодня, это вопрос очень сложный, он такой риторический. Другое дело, что вот если подойти немножко глубже к этой проблеме, то я, допустим, немножечко скептически к этому отношусь, потому что, ну, я занимаюсь экономикой много лет, занимаюсь производством, и вижу и понимаю, что происходит и в Молдове, и немножко за рубежом. Поэтому я об этом говорил и раньше, что здесь очень высокие политические риски в Молдове. В ситуации глобального мирового кризиса, ну, достаточно сложно говорить о том, что сюда побегут инвесторы. Молдова сама маленькая, рынок вообще там, микрорынок в Молдове, поэтому вот все эти минусы, которые будут мешать для того, чтобы эти проекты могли быть осуществлены здесь. Теперь, что касательно той площадки. Я в свое время изучал примерно на той территории, ну, в той зоне, строительство производства, но оно было невозможно по очень серьезным вещам. То есть главные компоненты – это газ, там отсутствует, то есть туда нужно подвести газ из среднего давления, канализации отсутствует, ну, вода там, я думаю, что можно на скважины построить. И в этом плане, с учетом того, что как было обозначено, что будет там порядка 50 предприятий, если, предположим, так оно и будет, то можно предположить, что там могут быть какие-то перерабатывающие предприятия, которые обязательно будут нуждаться в этих коммуникационных, именно, значит, ну, в этой структуре. И если в Камраде рассматривать, то с этой точки зрения, конечно, вот именно там она как раз неудачная зона. В сторону Бессарабки, в сторону Чедерлунги, в сторону Кирсова, вот на окраинах, как раз эти коммуникации присутствуют. Это немаловажно, это очень значимые вещи, которые нужны. То есть с технической точки зрения, я считаю, что это очень огромный минус. Теперь, что касается даже возможной зоны свободной торговли. И там я изучал Вулканиш, так в свое время изучали еще в 2002-2003 году, мы планировали ставить там, значит, купажный цех и изучали возможности установки данного производства, где есть уже у нас свободная экономическая зона. Давно она уже лет, наверное, 15. И в итоге, когда мы изучили досконально, мы посчитали, что экономически там нам нецелесообразно ставить это производство. Да, там есть компания, там, Дионис Клуб, которая специализируется на производстве виноконячных продуктов. Да, они там импортируют, там может быть, спирт, там виноматериалы. И когда завозят на ту площадку, они освобождаются, они не платят пошлины, НДС, то есть для них это экономически может быть выгодно. Но для обычных других производств оно дает какую выгоду? Освобождение до платы налога на добавленную стоимость на момент завоза. Но в обычных условиях, когда мы работаем, мы платим этот НДС, потом, когда экспортируем, нам его возмещают. Поэтому если совместить расходы, при том, что именно базироваться на этих базах, достаточно, это очень дорогостоящее, значит, это очень дорого стоит, то оно сегодня экономически неэффективно. Мне вот поэтому сложно сказать, какую цель преследует. Очень не хотелось бы, чтобы, знаете как, может быть, намерение-то хорошее, я не знаю. Но мы имеем, по великому сожалению, опыт печальный. Мы имеем район Генчлик. Как говорили, у нас будут экономически дешевые квартиры, муниципиальный совет быстренько там организовали, отдали там, не знаю, сколько гектаров. Пожалуйста, что мы сегодня имеем? Вырытые котлованы, залитые фундаменты, и никто не отвечает за это. Сегодня отдать 50 гектаров, то есть должно быть четкое экономическое обоснование. Если компания, зарубежная компания, например, допустим, как в Бельцах, есть в зоне свободной торговли сборка кабелей, например, компания, мировая компания БМВ это установила. Да, это понятно, у них были намерения, они это сделали, поставили это производство. То есть должны люди, именно кто представляет регион, либо совет, либо исполнительная власть, они должны отвечать, нести ответственность за это. И мы же видим скандалы, что вроде бы они рассматривали вопрос в Камрате, на следующий день им уже землю выделили Чедрлунге. Мне кажется, что это безответственность стороны советников, потому что нельзя так раскидывать. Да, пожелания есть, все мы хотим, чтобы были дополнительные рабочие места. Но не получится ли так, что вот как с этим генечняком, потому что там была стопроцентно откровенная афера. Повторюсь, никто за это не ответил по сей день. Я не знаю, там может быть люди оплачивали из-за квартиры, которых никто и не предполагал строить. Там была стопроцентная афера. Здесь я вижу, что раз исполнительный комитет хочет оставить своем управлении, как чуть ранее я сказал, в сравнении именно по ремонту детсадиков и так далее, то в этом кроется некий смысл для них. Если совет распоряжается этой землей, какая проблема? Отдай им, как должно быть по закону. Поставь контроль, чтобы тендеры были, опять же, открытые, чтобы люди и общественности видели, что все у нас не воруется, ничего. И, пожалуйста, пусть строят, они пусть отвечают, пусть строят, а вы инициируйте, создавайте условия. Народное собрание, если нужно, будет принимать законы для того, чтобы инвесторы работали, и оно пойдет на общее благо. Здесь видно другое, что одна группа пытается ухватить управление, потому что речь идет о каких-то более серьезных деньгах. Пишут там о каких-то 20 миллионах, кто-то там за 40 миллионов. Видимо, именно по распределению денег предполагается какая-то схема, где оно будет достаточно опять непрозрачно. Поэтому нам очень важно, чтобы, когда принимаются решения, серьезные решения, люди, прежде всего, думали об ответственности, потому что вот такие безответственные объекты, как, я повторюсь, Генчлик, возможно, не хочу говорить, возможно, с этим парком, я уже сказал об хирургическом комплексе, они приводят к тому, что именно миллионами тратятся на безответственные решения, значит, никто несет ответственность, а люди в итоге страдают. И потом в итоге получается, на дороге, на тротуары, простым людям опять денег нет. Вот наша реальность. Сергей Константинович, спасибо, что вы посетили нашу программу. И я напоминаю, что в эфире была программа «Угол зрения». У нас в гостях был депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чемпоеш. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!